Я бы проект услышала, что здесь должен мост. Они что, нам кольца поставили? Такие спонтанные собрания среди сельчан не редкость. Все обеспокоены, что деревня Саврасова может остаться без связи с миром. Раньше в этом месте была грунтовка. Жители села просто умоляли чиновников сделать дорогу. И вот она появилась. Но через полгода обвалился парапет. А еще через год стало ясно. Мост долго не прослужит. В 2022 году, в мае месяце, как в апреле вода пошла и стала разваливаться. А в этом году еще сильнее стало. Нам тогда не пройти ни за хлебом, ни в больницу съездить. Мы будем как на полуострове. Живем там от 70, от 80 лет. Все пенсионеры. Вот одна только семья молодая. До ремонта, рассказывают жители, тут была плохая грунтовая дорога. Если в сухую погоду свои функции она выполняла, то в дождь пройти было невозможно. На дне оврага под импровизированным мостом вода шла через железную трубу большого диаметра. Во время реконструкции ее вытащили и уставили бетонные кольца. Сельчане так радовались новому мосту, что не сразу заметили. Через год он начал разрушаться. Большие неудобства. У нас ни в школу никуда не могут уйти. Продуктов у нас тут нет. Вот так же ездим за продуктами, за всем. Но мы не проедем. Так же иди. Хоть мешок сахара ты на чем понесешь? Мы вот многодетная семья. На чем я понесу? Так же такси. Едем, подъедем, все разгрузим. Все. Для нас дорога. Это большое дело. Этот мост выполняет и еще одно предназначение. На том берегу находится кладбище. И это единственный к нему проезд. В 2021 году на строительство дороги длиной 800 метров было выделено 17 миллионов рублей. В рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Тендер выиграла пензенская фирма ООО «Заря». С тех пор у сельчан к ней вопросы. Здесь, если он рухнет вот окончательно, вот эта деревня Саврасово будет отрезана от мира. В общем, они никуда ни за хлебом не смогут пройти, ни в магазин, ни в больницу, никуда. Видите, вот эти вот блоки? Вот здесь четыре блока было. Они уже вот там два. Два вот остались, а два упали, туда рухнули. И как вот по нему ходить по этому мосту? Или проехать? Опасно же. Вот тот самый мост, который мы снимали в прошлом году. Он рухнул первым. Несмотря на то, что он был на гарантии, его до сих пор не отремонтировали. Людям приходится ходить в обход. Вот там машины уже накатали новую дорогу. И если первый мост силами сельхозпредприятий еще как-то залатали, то на подъезде к Саврасово обвалилась почти половина полотна. А под грузом крупной техники и вовсе рушится прямо на глазах. Местные жители боятся, что к началу лета по мосту не только проехать, пройти будет сложно. Наталья Тюрина, Игорь Гангаев. Наши новости. Ордатовский район.